Здравствуйте дорогие друзья! Суперлига, дизайн фасад против сумчан, а вернее сумское землячество, которое принимает у себя дома дизайн фасад. Простил нам задачу Виталий Кускок, который сегодня не может играть, сказал называть команду сумчан. Так легче и проще. Ну, я во многом согласен. Однозначно будет интересный матч, дизайн фасад старается не отстать от Ториса, от лидеров, а у сумского землянства в другом коле набагато краще пошли справы, демонстрируют лучше игру и по-справжнему. Утем Кулик и Владецец Цибенко могли играть еще с первого круга. Они уже были тогда в заявке, но не приезжали. Виталий, будем так говорить, подтянул мотивацию данных игроков. И сейчас будет сложнее. Дороговоз, хороший проход, попсуй. Виталий. Не точную передачу отдавал. Кулик. Но Козлау вся. Они поддерживают. Дороговоз жорстко и дизайн фасад. Дороговоз. Арбитр каже аут. Дороговоз на Русина. Ну, интересно, что сегодня дизайн фасадов. Аж двое кипарев присутствует. Кулик пока еще не заменил. Да, первый раз я такое припоминаю. Так что серьезно, надо что вылазить. Я так себе думаю на эту игру. Просит арбитр еще раз. Разиграть скидку на Цибенко, то я сразу где, ракошет. Причем нет сегодня Галицкого, хотя я понимаю, что он там старается максимально помочь фасаду. Побороться за максимальные баллы в этой турнирной гонке. Кулик навешивает черпаком на Цибенко. Кулик. Причем сдашов с передачи на Сергея, то и сразу ждали. Козловец. Леонид сбрасывает назад. Попсуй попробовал высокий пресинг создать. Не приносит это плоды. А вот на выход в атаку никто и особо и не ринулся. Русин назад на Попсуя. Ну и срешто мяч опняется у Романена. Лучший бомбардир предыдущего тура. Вот играл на Александра. Симпатичный. Воза через центр. Водима. Какой выход. Симпатичный. Бойко за линией штрафной. Но удается отразить удар. И сразу же контратака от сумского землячества. Всего разу удается зафиксовать. На Черетяному. Но так выглядело очень и очень перспективно. Бачим, даже при травме руки. Годима сегодня играет. Но надеемся, что это не завадит Сергею продемонстрировать хороший футбол. Придем. Он появляется в Капсуе. Бас назад. Друговоз на Русина. Обсует. Тоже очень сильно не хватает в некоторых матчах Попсуя. В крайне важных матчах. Он очень из-за своей индивидуальных качеств может просто усилить команду. И это легко удается. Цибенко Зловец Пробрался И кстати говоря от его ноги отлетело И летело в ворота Хорошо что оказался Евгений Драговос Если не ошибаюсь Помог как следует Драговос из мяча Дальний закид Але до адреса до передачи не доходить Такое впечатление Что у нас это И у нас это темп С каждой секундой Какой же играли команда Хорошая такая заявка Она очень динамичная И интересный матч Но мы увидим, что она виправдает И что она виправдает Попсует Перехоплюет Боится пробраться дальше Далее Отпасована Шисюка А Микола Какой-то Занатно передбачил Прямолинейно Слишком прямолинейно Прямо наткнулся Хотя это может сработать сегодня Попсуй Ну всякому разу В попереднем туре Шисюк Дуже классно Игра Уйти на замену По-моему, что оступился Хотя мы не видели Это лидер команды Дизайн фасада Что там случилось Вот главный вопрос И это серьезная потеря А такого сбора От сумчан я не припомню Это первый раз Они так собрались И явно Максимальные ставки На то, чтобы Одержать победу В этой встрече Ну, нужна Заморозка однозначно Брудновато Такая торшка боротьба Лет Эта Лайфклора Все Наверняться Пробратые здания Там намечится Полищук Зимно выключается До останней мыти Артем Бортер Да, подвернул ногу Очень это плохо, конечно Для дизайн фасада Голеностоп Швец Наталлаева Снова Швец Ну, с целью Все в порядку Но точность Всего разу Подкачал Одразу же удар Вида Хоплова Чисюк На Русина Оставляет мяч Попробовал уйти Богообок Александр Нужно возвращаться сейчас Швец Бывает Вдается Очереченному Зафиксировать Выглядывается Дуже и дуже надейно Попсуй Брудновато Против него борется Швець, если честно Но у меня Что остается В 18-е Дизайн фасада Вдается Извините Вдается 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 Откладенный Фисюка на Русина. Полищук, ну, чуть вытолкнули его из, будем так говорить, комфортной зоны для приема мяча. Наверное, основной вопрос первого тайма, сможет ли продолжить играть Евгений, враговод. Обработал вроде бы неплохо в ходу, но как-то не хватило динамики дальше сохранить мяч. Много брака наблюдается у нас сейчас в игре. Ну, значит, задум зрозуміли, але наврядно туди встегав. Основная проблема на самом-то деле в том, что в Сунчане много игроков у них, которые задействованы, будем так говорить, на выходные в трех-четырех матчах помимо нашего турнира. И это показывает на то, что сбор очень нестабильный. В один из моментов, может быть, шесть игроков и даже пять, а в один из моментов две четверки и еще и одна замена. И как выпало дизайн фасаду, приходится бороться, будем так говорить, с самым непростым сбором своего сагаля. Да, может, Сунчанам подобается быть разою лидерів, разою фаворитів. Да, в туристо не обыгрывали. Да. И в городу них бал. Кулик, Александр, отыгрывает Ницебенко, Козловец. Не помыляється Леонид. Классно удается вырезать идеальную передачу на Леонида Козловца. Да, Романенко в итоге становится ассистентом. Ну, а, наверное, один из лучших голеадоров, причем, я бы так сказал, с хорошими, сильными защитными качествами реализовывает этот мяч. Дорговоз. Козловец на Кулика. Цибенко. Очереденный на дороговоза. Ну, Яна травма не дает ему раскрыться. Будем так говорить, играть свой футбол. Цибенко. А вот сумское землянство явно себя повпевненнее почувает, когда первая в один мяч уже на своем обоце. Может быть, это только начальник и дизайн фасады нужно приготовить. Ну, вот, может быть, это понимает. Клюи с подключением пятого разбавили эту ситуацию. Я уверен. Ну, любит сильная команда. Очень хотели фасадовцы осенью встретиться с МБЗ, посостязаться. Но, будем так говорить, футзал не совсем их поле боя. Лучше все-таки им дается играть именно как раз-таки на искусственном поле. Все ударные футболисты со своим каким-то видением футбола часто на дальние простреливают. И из глубины. И все эти моменты, как бы, я бы так сказал, лишь только подчеркивают то, что самое интересное, по идее, впереди. И в любом разе непростой мяч. Во-первых, для дизайн фасаду зараз, я думаю, максимум их. Но, реально, у волевых усилий понадобится, чтобы предоставить именно такому сбору Сумского земляцька. Сибенко, Коплея. Ну, тут, вверх, поручение с боку Годими. Извините. Да и вообще стоит отметить то, что, например, Богдан, Швеция, сегодня играет второй мяч. Вообще зависит от меня. Кулик первый. Если бы такой сбор был у Сумчан, я уверен бы, порой, бы они стоят. Но, примерно, такая ставка у меня и была на то, что смогут так собираться и состязаться. А, как оказалось, не так-то просто в тесном графике найти окно. Ну, вот, когда важен мяч, показывают прекрасный контроль. И не просто сегодня фасаду бороться с ними. Хотя, я тебе скажу честно, если бы немножко вот это некое повреждение Евгения не сбило темп, то непонятно бы, кто и первый забил. Дроговоз, Дыма. Русин. Митяев, классный сброс, но не точно. Козловец. Выбиваем мяч, касание было Романенко, поэтому аут на стороне фасада. Русин открывается. Хороший заброс. Что делает у нас Козловец? Да, я сейчас, кстати, гнуто села и не до Русина, дараться, чтобы мы... Ну, Паратсин, все свои силы направо, гнуло. Не, дуже второй, дорогой. Через центр Русин. Кулик. Александр Нацибенко. Очеретянный. Вбрасывает на Дроговоза. Евгений на попсуя. Не было удара пока что от 18 номера. Пора бы уже. Вбрасывает на Дроговозе. Евгений на Дроговозе встигает. И, в принципе, могла и продуктивно завершить все для дизайна фасаду. Но тут Даро попсует отверто невдалеко. Вбрасывает на Дроговозе. На попсуя. Попсуль будет отыгрывать явно на Гудыму. Есть мячом на Дроговозе. И тут нужно продолжать. Остановился 18 номер. Не ждал, а решение было максимально креативным. Как раз одним из тех, где удается разрезать оборону. Швец Богдан на бойко. Левчук. Или это был Кривуля сейчас, я посмотрю. Кривуля. Да, это был Кривуля. Ну, в любом случае, не вшукают. У нас пристрастий, не максимально, а очень хороший темп. Тримают обе двоих команд. Гудыму. Прикрируют. Прикрируют. Примятно, как много работы без мяча выполняют Сумчайни. Да, это был Кривуля. С непевною затримкой, но арбитр все же. Да, тут свисток. Принципово будет с тех, с такими длительными нюансами в битве команды. Но Дизайн, кстати, так точно уже продемонстрировал свою готовность. Ну, вот так, пища. По классному. Я бы так сказал, уберся просто, как на мотоцикле, когда торможишь и сидишь на пассажирском. Именно так надо в бак упираться. Вот тут этим баком был как раз таки спина. Попсуем. И вот в центре поля не лепшим чином оборвляет, но оставит мяч у себя. Гуляет. Красюк. Егор Махохлова. В разрез есть передача. Комарка в час пасу, которая намагается раздевляться попсу. Швець аж упал после зелья. Ну и как-то блякло пробивает весь Сисюк. Если честно, как же много вложил труда попсу, чтобы добраться до ворот. И удар получился, честно говоря, у Николая слабоватый. И бесхитростный. Так, и с непореконом. Попсуй. Сильно, но не прицель. Швець, Богдан, хороший проход. Русин удается обработать мяч, будет разгонять атаку. В центр проход. Ну, немножко оттеснили его корпусом. Красюк, Егор. На швеца. Касание Богдана пробивал, не сбивает. Ну, а выглядит отсюда достаточно симпатично. Играл Богдан когда-то за работу у нас на турнире. Много голов он там забивал. Русин. Попсуй. Классный разворот. Ну, одразу начинается сперечаться, Богдан. Хотя свистка не было. Да, свистка ж не было. Видно наскільки зараз в футболе полностью. Гравцы обоих команд. Незручна передача для Попсуя. Очеретян и на Русина. Лещук. Ошибается при передаче в касание. Александр. Ну, нужно возвращаться сейчас. Клик. Александр на Козловца. Удается Леониду отобрать мяч, а вот на перекате запнулся. Перед Николаем щасиком. Аут есть для сумчан. Слева от нас. Навешивает. Дроговоз первый на мяче. Отыгрывает на Русина. Александр нужно разгонять атаку в любом случае, если хотят отыграться. И пас сильнее, чем, будем так говорить, есть возможность обработать его у Дроговоза Евгения. Да, немедленный футболист, но с такой передачей он вряд ли бы справился, даже если бы сделал рывок немножко ранее. А тут? Да, да, да. А где, братцы? Я еще не люблю. Давай. Сжипать из Тим не вдаётся. Ну, мы видим, что ее швейцут. Ей добиться до перемоги. Какое-то микро шкоджение отримал. И брат ревает. Дроговоз. Заду непоганый, но первый на мячу Дроговоз. Дроговоз на Чисюка. Через центр. И небезопасный рикошет, а Лебокер заштигает. По-настоящему серьезный звонок на то, чтобы забивать гол в этой встрече. Попсуй на Арусина. Попсуй. Попсуй на Арусина. Пробойтесь, не вдаёте. Ну, так не поспешают. В атаку зараз сурчане. Улик. Продолжу одразу жидуаль. Ну, чувствую, клюв идет. В втором тайме пятна будет подключаться. Вперед Чисто. Очень он любит в атаке убегать. Будут ли шансы для этого? Вот тут уже вопрос. Очень сильные два вратаря у дизайн-фасада. Очень сильные. Зловец. Цибенко в разрез. Классно это смотрелось. Понимание у этих игроков на высочайшем уровне. А как зараз поменяется по черзе? И дизайн-фасад, и зумчане. Ну и что? 10-метровый. Часто всплывает, и нужно быстрее. Ну, попсуй сильным ударом, мы знаем. Пока у нас будет зараз дуэль между 18-м номером дизайн-фасаду и першим номером цимчан. Ну и всего вдается так всю не забыть. Знает, что делает, и умеет пробивать. Ну и звучит листок в финале по завершению первого тайма. Один-один, как я понимаю. Или что?